сегодня мы посмотрим с вами как создать и опубликовать автоматически проверяемые тесты с помощью google форм для начала мы с вами должны попасть в угол диск то есть мы должны быть авторизованы с вами в google аккаунте вот у меня здесь авторизация уже пройдена вы можете зарегистрироваться и также к этому сервису подключиться а внутри на google диске у меня есть пространство в котором есть кнопочка создать я ее нажимаю выбираю google формы и перехожу уже к созданию непосредственно тестов у нас есть с вами возможность придумать им название она может соответствовать допустим вашему предмету так вы можете добавить какое-то описание также вы можете добавить название вашему тесту вот здесь хотя но у нас перенесется здесь автоматически и так мы с подготовим несколько вопросов но мы бы с вами хотели чтобы формат у нас был с вами тестовый давайте посмотрим как как сделать так чтобы у нас был не только опросник но и возможность выбора правильных и неправильных ответов для этого мы с вами нажимаем здесь такую шестереночку и видим здесь настройки общее понятно презентация то как будут выглядеть и подаваться вопросы и соответственно тесты здесь есть такой у нас с вами бегунок который мы нажимаем и включаем опцию тестов тогда мы с вами сможем настроить автоматическую проверку ответов и показ комментариев к ним нажимаем кнопочку сохранить смотрите появилось поле ответа давайте попробуем составить какой-нибудь один вопрос например по русскому языку на какой слог падает ударение в соловье молоко и так у нас с вами будут варианты ответов первый вариант у нас первый слог второй у нас уже автоматически то добавился ну и третий собственно больше у нас с вами нет мы должны с вами отметить какой из вариантов ответов является правильным поскольку молоко у нас ударение подает на третий слог мы должны с вами этот ответ отметить как правильный вот здесь есть такая кнопочка ответа мы на нее нажимаем выбираем третий ответ как правильный и можем добавить пояснение пояснение как к неправильным ответом причем пояснение у нас с вами может быть не только текстовая где мы опишем правило например или дадим какую-то подсказку также мы с вами можем прикрепить ссылочку на какой-то ресурс либо мы с вами можем прикрепить даже ссылку на ролик в ютюбе и соответственно предложить вашим учащимся посмотреть видео подсказку также вы можете дать комментарий и к правильному ответу это может быть как развернутый комментарий именно теоретический или практический также вы можете просто похвалить человека за то что он справился и написать слово молодец соответственно мы с вами можем добавить сколько баллов у нас принесет тот или иной ответ если в данном вопросе человек выбрал правильный вариант то допустим мы ему присуждаем один балл нажимаем кнопочку готова и у нас с вами уже сформирован вопрос не забудьте пометить данный вопрос как обязательный иначе учащихся будет возможность некоторые вопросы пропускать можем создать еще несколько вопросов но сейчас останавливаться и заполнять их подробно я не буду покажу только варианты вопросов которые могут быть могут быть вопросы когда необходимо заполнить текстом ну то есть например если это в одну строчку то это может быть слово или словосочетание да вы здесь прописываете вопрос вам ваши учащиеся уже дают ответ абзац если необходимо написать чуть больше один из списка это вот как у нас с вами уже был такой вопрос изначально несколько из списков когда может быть несколько вариантов ответа раскрывающийся список это вариации у нас такого же вопроса как один из списка просто вид будет немножечко другой где загрузка файлов у нас слушателям необходимо будет подгрузить какой-то или документ или ссылочку видеоролик в качестве ответа на вопрос шкала сетка и сетка флажков это множественный выбор по нескольким параметрам когда необходимо отметить например правильный ответ в каждой категории соответственно вот здесь мы с вами можем варьировать наши тестовые с вами вопросы по видам еще два варианта это дата и время они у нас указывают только на формат вводимых данных то есть например словосочетание или какой-то другой текстовый формат здесь не примется как за ответ необходимо будет ввести его именно в нужной форме и так мы с вами создали вопрос в котором необходимо дать такой текстовый письменный вариант ответа давайте нажмем на кнопочку ответа и здесь у нас с вами есть возможность все таки добавить правильный ответ мы можем его с вами прописать допустим у нас здесь будет январь можем также добавить пояснение в формате также и видео и ссылочек на какие-то ресурсы так и текста пока что мы этого делать не будем все нажимаем кнопочку готово и так у нас с вами есть заготовка теста на google формах и нам необходимо поделиться этим тестом с миром давайте посмотрим как это можно сделать у нас с вами есть кнопочка отправить если мы ее нажимаем то есть несколько вариантов того как поделиться вашим тестом с учащимися во-первых можно перечислить адреса электронной почты что на самом деле является не самым удобным способом а вторая вкладочка здесь это ссылка ее даже можно сделать здесь легким движением руки покороче этой ссылочкой вы можете поделиться в мессенджерах в социальных сетях отправить ее по электронной почте где угодно это будет достаточно удобно и нажав на нее ваши учащиеся смогут попасть в тест а кроме того вы здесь видите такие две открытые скобочки если на них нажать то это будет html код что это такое это код который можно встроить на любую интернет страничку и ваш опросник ваш тест будет отображаться на ней например вы можете использовать это для вашего лонгрида на тильде кроме того здесь есть две кнопочки отражающие соцсети это facebook и twitter если хотите то можете опубликовать ваш тест там просто нажав на соответствующую кнопку но мы с вами сейчас посмотрим как выглядит тест при передаче его по ссылочке для этого мы с вами откроем окошко в режиме инкогнито и перейдем по ссылке которую сами же создали вот наш с вами тест и так он выглядит для слушателя мы с вами отвечаем на вопросы нажимаем кнопочку отправить и у нас есть возможность посмотреть балла мы нажимаем и видим что у нас два правильных ответа из двух возможных мы с вами набрали два балла а в первом случае мы добавили комментарий и мы его также видим соответственно тест у нас с вами работает и проверка на нем осуществляется автоматически